Большое спасибо подписчице, которая написала мне во Вконтакте и сообщила о том, что в игре присутствует новый баг, который мы сегодня рассмотрим. И это уже, ребята, совершенно не удивительно, потому что игра у нас обновляется, появляются новые баги, старые фиксятся и так будет бесконечно, это бесконечный круг. Допустим, взять Sims 3, там уже очень давно вышло последнее обновление, но баги в игре-то остались и их, видимо, уже никогда не пофиксят. Я, кстати, недавно обнаружил, что Sims 4 тоже жрет очень много оперативки, у меня, допустим, сейчас стоит 16 гигабайт и Sims 4 жрет 8, вы представляете, 8. Я не знаю, как я выживал, когда у меня было 8 гигабайт оперативной памяти, но Sims 4, оказывается, тоже довольно-таки требовательная игра. Sims 4 уже начинает напрягать мой компьютер, учитывая, сколько здесь уже контента и, видимо, контента еще будет больше. Я думаю, что вам понравится данный баг, я не хочу ругать разработчику, потому что понимаю, что без бага вообще никак не обойтись. Давайте будем как-то выжимать плюсы из багов Sims 4, возможно, данный баг вам понравится, возможно, он покажется вам интересным и давайте уже начинать. Для того, чтобы наткнуться на этот баг, нам понадобится один пришелец и один человек именно в кассе. Как-то в одном из роликов я уже показывал, что у нас появился баг, связанный с генетикой, кстати, ее фиксили уже, но, видимо, этот момент они не смогли пофиксить, либо они об этом не знали. Мы нажимаем играть с генетикой и, ребята, если, допустим, у вас в первой иконке находится какой-то сверхъестественный персонаж, допустим, ведьма или вампир, то все дети, независимо от того, кто у нас второй родитель, будут тоже являться вампирами, либо ведьмами, все зависит только от первого родителя. Допустим, если мы скрещиваем вампира, а также ведьму, то всегда будут только вампиры, потому что вампир находится в первой ячейке. Давайте будем скрещивать инопланетянина и человека. В первой ячейке у нас находится человек, поэтому все дети, скорее всего, будут людьми. Я сейчас буду нажимать на случайный выбор и будем искать сейчас вот пришелец. Казалось бы, это ведь пришелец, но если мы нажмем на галочку, то, ребята, мы видим, что это человек. У нас нету иконки пришельца, как, допустим, у него. Это, конечно, очень интересный случай, получается, что в такой паре рождается человек, который выглядит как инопланетянин. Это максимально странно. И, наверное, как ни странно, у него есть все эти штуки инопланетян, получается, он все-таки числится как инопланетянин, но просто нет иконки самого пришельца. Хорошо, мы тогда его проверим потом в игре, кем он является все-таки человеком или пришельцем, но, ребята, это еще не все. Это очень такой мизерный баг, казалось бы, но есть очень масштабный баг, который связан с пришельцами, сейчас мы на него посмотрим. Если мы выбираем пришельца и потом только с помощью него нажимаем на играть с генетикой, тут будут, ребята, весьма интересные дети. Итак, я нажимаю на человека и в этой паре, ребята, могут родиться дети, которые будут иметь человеческую внешность, но при этом являться пришельцами. Так, давай, сейчас мы найдем такого человечка, если он появится в такой паре, я очень надеюсь, что он появится. Так, постойте, почему рождаются одни пришельцы? Нет, постойте, вот человек. Вот, ребята, у нас родилась девочка, которая имеет инопланетный цвет кожи, но она будет являться пришельцем. Как мы видим, иконка пришельца у нас имеется. При этом она имеет почему-то... Она имеет предыдущую маскировку. Постойте, видимо, это именно так работает. По идее, должно было быть так, что она имеет маскировку в виде пришельца. Это полный бред, но пока что я этого не заметил, так что давайте мы сделаем другого ребенка и посмотрим, как же там у нас все работает. Но факт того, что у нас появляются дети, которые имеют внешность человека и даже настройки человека, то есть у нас нету инопланетных глаз, у нас нету инопланетного цвета кожи, то есть мы можем настраивать данную симку как человека. Вы можете создать человека с инопланетными способностями. У меня был целый эксперимент на эту тему, где мы пытались вывести такого пришельца. Данный эксперимент был очень сложным. Мы пытались вывести пришельца с человеческим цветом кожи, а здесь можно с помощью этого бага уже создать человека, который будет являться пришельцем, но выглядеть как настоящий обычный человек. Ребята, я нашел новый баг. Постойте, мы, допустим, выбираем цвет кожи, меняем его, потом нажимаем на глаза, и данный ползунок почему-то остается, хотя он должен пропадать. Но если мы нажмем на глаз, то ползунок, конечно, исчезает. Вот такая, ребята, у нас девочка, она является пришельцем, но это человек. Она всех обманывает, даже и маскировка никакая не нужна. А в маскировке мы, видимо, можем настраивать ее инопланетный вид. Нет, тоже человеческий. Вот, я надеюсь, что она будет являться... Да ладно, ребята, смотрите, она является пришельцем, но ее маскировка, блин, в виде пришельца. Как она будет скрываться с такой маскировкой? Симс просто троллит нас, потому что это никакая не маскировка, это, блин, ее инопланетный вид. Конечно же, здесь у нас нету никаких настройок инопланетянина, у нас нету глаз инопланетянина, у нас нет просто ничего, даже нет цветов кожи инопланетянина. Как вам, ребята, такой баг? Я думаю, что он очень даже интересный, было бы здорово посмотреть на него в режиме жизни и узнать вообще, как данные дети себя ведут. Мне кажется, что это маскировка для людей, которые хотят быть пришельцами. Можно будет сделать такую историю, что, допустим, человек пролетает на планету пришельцев и там уже надевает на себя маскировку пришельцев. Вот это да, вот это я думаю, что было бы неплохо. То есть, все зависит только от вашего воображения, вы можете сами под себя настраивать игру, пользоваться багами игры, которые нам предоставляют. Я понимаю, что многих баги расстраивают, но нам больше ничего не остается, как принять данные баги и играть вместе с ними. Иногда вот с помощью багов можно получить что-то даже необычное, интересное. А можно получить человека, который будет обладать внешностью вампира, то есть, светящимися глазами там, еще чем-то. Давайте посмотрим. Я не знаю, насколько это правда, насколько это возможно, но учитывая баги Sims 4, я думаю, что это возможно, скорее всего. Кто ты? Это, ребята, человек, который выглядит как вампир. Ему доступны светящиеся глаза, хотя я знаю, что так не должно быть. Это не должно передаваться обычным людям. Но, ребята, только что мы создали человека с вампирическими глазами. Посмотрите, они все доступны. Они доступны человеку. Какого фига? Почему это так работает? Я не понимаю. Ребята, человек со светящимися глазами. Это опять добавляет кучу просто возможностей для сюжета, для истории. Вот такой, ребята, у нас сегодня микс различных персонажей, очень необычных. Допустим, можно сделать сюжет, что это какой-то мутант, у которого светящиеся глаза. Это, конечно, очень круто, очень красиво выглядит. И я бы даже оставил. Даже можно сделать вот такого вот персонажа. Допустим, он слепой. Мутанты просто в Sims 4. Давайте, ребята, запомним, что данный экземпляр является человеком, но с внешностью инопланетянина. Посмотрим, как он ведет себя в игре. Дальше у нас есть вот такая вот симка, которая выглядит как человек, но является пришельцем. У него также маскировка, ну, тоже очень необычная. Ну и следующий, ребята, персонаж. Это у нас как человек, но при этом имеет маскировку пришельца. Это самый необычный персонаж за сегодня. И последний экземпляр, это у нас человек, который обладает светящимися глазами. Ну что, ребята, давайте будем делать обзор на наших супер детей. Это просто какая-то супер семейка. И начнем вот с этой девочки. Кстати, до меня просто только что дошло, что вон та девочка какая, вот это кажется, она может быть как мистик из людей Икс, которая могла менять свою маскировку, менять свою внешность, вот вообще любую. Можно, допустим, да, вот это все обыграть именно так. Она выглядит как человек, у нее обычные глаза, но она является пришельцем. Давайте мы, допустим, сейчас наденем на нее маскировка. Почему убрать маскировку? Может быть, надеть? Так, постойте. Я что-то не понимаю. В игре, ребята, на самом деле все по-другому. Вот это теперь ее маскировка, а вот это уже настоящий ее облик. Блин, в игре, к сожалению, все ломается. Я не думал, что будет все именно вот так. Я думал, что все-таки как в кассе у нас все работает, так и будет. Но, увы, ребята, в игре все обратно перестраивается. И это печально, это правда печально. Я уже думал, столько сюжета можно будет сделать с этими багами. Но, увы, ребята, маскировка у нас все-таки выглядит вот так. Кто у нас следующий? Это у нас, получается, первый ребенок, который был пришельцем, но как бы не имел значка инопланетянина. Здесь он является инопланетянином. Да, в игре у нас, к сожалению, все баги исправляются. Значит, баги у нас только в кассе. Значит, мы можем замаскироваться. Только почему у нее сразу была маскировка? Вот это странно, конечно. Здесь у нас вот такая человеческая обычная маскировка. Хотя в кассе у него маскировки вообще не было. Хотя бы, ребята, со следующим ребенком у нас все в порядке. У него есть вампирические глаза. И в игре он является вампиром. Да, он, ребята, вампир. Я думал, что он будет человеком с такими вот глазами. Но, увы, это обычный вампир. Теперь, конечно, у нас появляются все эти вампирические способности. Короче говоря, ребята, он является полноценным вампиром. Хотя в кассе он показывался как человек. Ну и следующий ребенок. Это у нас, видимо, девушка, которая тоже с маскировкой, да? Убрать маскировку. Да, она тоже является пришельцем. Ух, ребята, к сожалению, ничего у нас не получилось. Вот такой, ребята, у нас сегодня баг, который, к сожалению, в игровом режиме уже пропадает. А я уже столько всего придумал. Уже так вдохновился. Но, увы, ребята, баг уже здесь не работает. Надеюсь, что вам понравился такой ролик. Пожалуйста, оцените мое видео. Поставьте лайк или дизлайк. Также заходите в мой инстаграм. Заходите в мое сообщество. А с вами был мистер Арманиус. Всем пока!